Скорее всего каждый из нас слышал поговорку У страха глаза великие Вот именно о ней я сегодня и хочу поговорить Всем доброго и очередного утра с Андреем Тихоновым Сегодня дорогие уважаемые мои подписчики Мы с вами разберем следующую манипуляцию Которая называется спасательный круг Что это такая за манипуляция? Суть этой манипуляции заключается в том Что манипулятор, мошенник, человек Который хочет от вас что-то получить Обязательно начинает вас запугивать Какой-то конкретной ситуацией Преподнося ее таким языком Что вам это очень часто становится непонятно А после этого предлагает на понятном уже вам языке Решение этой проблемы Но и наш мозг так работает Что из всего вот этого непонятного Он просто-напросто берет то, что понятно И начинает под это соглашаться Под такую манипуляцию очень часто попадают люди Когда им делают телефонные звонки И говорят, что с их карточки произошло какое-то списание После этого мошенники начинают перечислять Какие-то законы Благодаря которым человек будет нести ответственность Допустим, если деньги были переведены Ну, на какую-то запрещенную, допустим, организацию Человек, естественно, боится Он не знает этих законов Он не понимает, что происходит У него начинает происходить паника Но тут человек по телефону ему говорит Не переживайте Сумма была списана небольшая Скорее всего, что это была просто-напросто проверка На то, как вы отреагируете Поэтому в данный момент времени Давайте успокоимся Называйте цифры Мы сейчас заблокируем вашу карту Для того, чтобы мошенники не могли ей воспользоваться Что происходит с человеком? Человек боится Он понимает, что он влез в какую-то непонятную ситуацию Историю Ему каким-то срочным образом нужно из нее выходить А тут ему решение Всего лишь навсего назвать цифры карты Он уже забывает о том, что мошенники так работают Он забывает уже о том, что в банке говорят Никому не говорите последние три цифры Там или четыре на банковской карте И спокойно их дает Благодаря чему мошенники Спокойно снимают все деньги с карты жертвы И остаются довольны Что же нужно делать для того, чтобы не попадать в такие ситуации? Первый звоночек, который должен у вас прозвенеть И понять, что над вами пытаются Вами пытаются манипулировать Что вас пытаются обмануть Это звоночек, если человек вам говорит Огромное количество информации, которое вам непонятно Быстрым языком, какими-то определенными терминами Непонятными вам Тут же говорите этому человеку Стоп! Подожди! Давай разбираться! Мне вот здесь непонятно Вот здесь непонятно И вот здесь непонятно Давай, не будем торопиться Если человек говорит, что он единственный Кто может помочь ему в решении того или иного вопроса То это уже является вторым звоночком Что, скорее всего, вас имеют желание обмануть Ну и третий звонок На который бы я хотел обратить особое внимание Если вы пытаетесь разобраться в деталях А вас постоянно куда-то уводят в сторону И забивают какой-то информацией Просто останавливайтесь И не имейте никаких дел с этим человеком Для того, чтобы вот эти три моих рекомендации срабатывали У вас всегда должна быть в голове мысль Зачем вы сюда пришли Какую цель, какую задачу вы преследуете И чего хотите достичь И только благодаря тому, что вы будете держать фокус, внимание На той конечной цели, к которой вы сюда пришли Вы не попадете в ловушку этих манипуляторов На сегодня все С вами был я, Андрей Тихонов Эксперт в области переговоров Если это видео было для вас полезным Ставьте вот такой смайлик И подписывайтесь на наш телеграм-канал А самое главное Берегите себя С Богом